Математика — это жизнь. Это настоящее искусство. Учёба дочки-президента проходит так же, как и у обычных студентов. Ну, или почти так же. Всё чисто, мистер-президент. В классе вашей дочери угроз не обнаружено. Хорошо, Роберт, продолжай наблюдение. Я так проголодалась. Чем бы перекусить? Ммм, какие аппетитные сэндвичи. Это то, что надо. Мисс Кэрол направилась к столикам с тарелкой заранее проверенных мною сэндвичей. Приём. Хорошая работа. Ну, теперь пойди и проследи, чтобы она не подавилась. Кажется, вот то заветное место, куда даже телохранителю путь закрыт. Произошла непредвиденная ситуация. Мисс Кэрол скрылась за дверями женского туалета. Ты же понимаешь, что ей там может угрожать опасность? Но как мне туда попасть? Я ведь не имею доступ. Меня это не интересует. Выполняй свою работу. Ладно, сэр. Я сделаю всё возможное. Теперь можно и на урок отправиться. Докладываю. Вашей дочери ничего не угрожало. Но я буду требовать повышения жалования. Эй, Лео, как тебе мой эскиз для тату? Привет, Кэрол. Неужели у дочери президента появилась симпатия к своему однокурснику? Так ещё и взаимная. Но начать встречаться с персоной такого статуса может быть непросто. Я узнаю все твои тёмные секреты, парень. Что вам от меня надо? И зачем вам в подвале солнцезащитные очки? Для того, чтобы ты спросил. Ну, раз вы их, наконец, сняли, то получайте в ответ. Ай, так нечестно. А вот и мой шанс сбежать. Пока-пока. Эй, я вернулся. Да как ты посмел меня ослепить? Сейчас я тебе задам. Давай лучше пойдём отсюда. Получай. Даже имея много прислуги, никто не застрахован от непредвиденных конфузов. Да-да, я помню, что зависит от этого собрания. Не зря же я речь подготовил. Надо поторопиться, а то опоздаю на премьеру. Главное, не забыть папку с текстом. Дамы и господа, приветствую вас на сегодняшней конференции. Мы все долго ждали этого дня. Джульетта, любовь моя, что значит имя? Роза пахнет розой. Постойте, что? Это же папка Кэрол. Этой речью я хотел напомнить, как же важно чтить классиков. О, Джульетта, без тебя жизнь мне больше не мила. Прощай, бренный мир. Доброе утро. О нет, Ромео, я ведь не успела сказать тебе самое главное. Этот конфликт касается каждого гражданина нашей страны. Я призываю вас отнестись к вопросу с пониманием и всей серьезностью. Что ты вообще читаешь? Это же не тот текст. Ты о чем? Что? Папина речь? Как же стыдно. Объект в поле зрения, прием. Стоп, что это за звук? О нет, я знаю его. Это же Бомба. Надо срочно найти ее и обезвредить. Эй, Итан, это у тебя там что-то тикает? А, это всего лишь мои новые часики. Нет, Бомба, ложись. Мамочки, вот бы он ему ничего не сломал. Надеюсь, вы не забыли, что у вас сегодня тест по математике. На его решение вам дается один час. Обратный отсчет пошел. Вы совершили большую ошибку. Бомба, опять. Все в укрытие. Аккуратнее. Что вы делаете? Спокойствие. Я спас всех нас. Если это такая попытка сорвать тест, то я поставлю всем F. Учеба, несомненно, вещь энергозатратная. Когда вы учитесь в классе с дочкой президента, то придется привыкать к вертолетам. Спускайте еду. Спасибо. Круто иметь телохранителей, которые в любое время готовы привезти вам лучшие блюда. Не так ли? Благодарю. Но где же приборы? Другое дело. Ничего себе. Ну, даже дочка президента сталкивается с издевательством со стороны старшекурсников. Не с места. Я обязан провести обыск. Опасности не обнаружено. Даже парень в костюме не помог. Да. Лучше я пойду. Неудачница. Да-да, дочка президента, как и многие ее однокурсники, тоже любит ходить на вечеринки. Наконец-то я могу расслабиться и спокойно потанцевать в окружении друзей. Близкие люди, классная музыка, вкусные напитки. Казалось бы, что еще может пойти не так? Да, двигай телом. Ха, совсем забыл. У меня же есть хлопушка. О, нет. Бросьте оружие. Всем отойти на 10 метров. Угроза устранена. Теперь в моде будут безопасные вечеринки. И никаких хлопушек. Вот же скука. Но с суровыми телохранителями особо не поспоришь. Хочу вас обрадовать. Сегодня вы пишете тест по истории. Приступайте. Агент Барсук, можете сделать перерыв. Вас понял. Я ведь совсем не готовилась. Надо что-то придумать. О, а что если я одолжу наушники Тона? Чего только не сделаешь, чтобы защитить свою успеваемость от плохих оценок. Алло? Агент, почему твой голос внезапно стал женским? Ой, это из-за простуды. Мне нужна ваша помощь. Открыть учебник по истории, говоришь? Ладно. Диктуй, что конкретно тебя интересует. Когда телохранитель зачитывает тебе все ответы с учебника, оценка АА гарантирована. 499 500. Фух. В здоровом теле здоровый дух. О, нет. Итан уже закончил? Он не должен узнать, что я брала его наушник. Агент Барсук на связи. Продолжаю следить за обстановкой на уроке истории. На этом все. Кстати, а зачем тебе эти факты? Алло? Эй, меня кто-нибудь слышит? А что будет, если Кэрол и ее телохранитель поменяются наушниками? Агент Хвостик сейчас недоступен. Вместо него буду я, агент Принцесса. Да, повторяю, клиент в безопасности. Вот это трек. О, да, детка, обожаю хип-хоп. Нет, не нужно посылать агентов на весенний бал. Они и так сорвали его в прошлом году, напав на диджея. Как тебе реснички? У вас сегодня серьезный тест. Снова тест, и снова забывчивая Кэрол к нему не подготовилась. О нет, шнурки развязались. Надо устранить проблему. Кажется, я кое-что придумала. Может, печать совершенно секретно поможет? Теперь это дело государственной важности. Держите, мистер Уайт. Ого, так быстро. Пойдем пока за газировкой. А то я что-то перетрудилась. Кэрол, как ты успела все закончить? Это какая-то шутка. Кэрол в ожидании хорошей оценки. А как можно по-другому? Оценить совершенно секретный документ и такой оригинальный подход, наконец-то. Что это за красное пятно? Но учитель оказался не промах. И за секретную работу Кэрол получила почти секретную оценку. Этого не может быть. Эф? Но за что? А ты бы хотел учиться в одном классе с дочкой президента? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Стой здесь. Дорогие студенты, у вас сегодня очередной тест. Да сколько можно? И на этот раз он по географии. Стоять. Проверка на наличие опасных и запрещенных предметов. Шпаргалка. Запрещено. Так, а это что такое? Ай, больно. Конфисковано. И как я без них тест напишу? Стойте на месте. Я забираю это. А батончик-то почему? Это может быть опасно. Поэтому я вынужден его изъять. Грабеж средь бела дня. Все делается ради безопасности мисс Кэрол, конечно же. Похоже, оставшись без шпаргалок, все ученики оказались в сложном положении. И лишь Кэрол уверена в том, что у нее будет хороший результат. Мистер Харрис, ради честного проведения теста я попросила своего телохранителя изъять все шпаргалки студентов. Может, взамен вы немного поможете мне с оценкой? Хорошо. Ведь я поощряю твою борьбу за справедливость. Договориться с учителем за хорошую оценку, будучи дочкой президента, оказывается проще простого. Заслуженная А для Кэрол. А некоторые учителя с радостью идут ей навстречу. Я надеюсь, что на моем примере вы поймете, что ради хороших оценок надо усердно трудиться. Позволите сказать пару слов? Конечно. Дорогие гости, хочу сообщить, что награду за звание лучшего студента нашего колледжа получает Кэрол. Кэрол, давай попробуем новый фильтр в Инстаграм. Давай, почему бы и нет? Отличное фото. Я так не думаю. Надо все отредактировать во избежание компромата в виде неудачных кадров. Эй, зачем ты это сделал? Почему Кэрол везде вырезана? Вот так бывает, когда у твоей однокурсницы слишком дотошные телохранители. Даже селфи в Инстаграм не выложить. Что? Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!